Все отлично прошло, вот только сейчас выезжаю из Латвина, с 11 часов в 11 приехали, вот только в 19.30 ровно родила жена, поэтому все прошло хорошо, дочка здоровенькая родилась, красивая, на меня похожа. Если честно, мне реально, я об этом узнаю только из сообщений в Директ, которые люди, наверное, которые хотят мне это донести, вот, я узнаю, действительно есть такая информация, что у меня какие-то финансовые проблемы. Мне на это все смешно, потому что я сейчас нахожусь здесь, я второй раз с папой стал, у меня вообще никаких проблем нет, ни финансовых, ни эмоциональных, я счастлив, у меня прекрасная жена. А всем, кто пишет такие гадости, пишет неправду, вот это все, ну, вот эта грязь, я просто могу сделать только вот так вот. У меня были, конечно, кредиты, ну, это я не скрываю, но все нормально, у меня нет проблем, есть специальная программа, которую можно посмотреть, есть у меня долги или нет. Мы уже переехали и квартиру просто выставил на продажу, информация о том, что цена постоянного режима, конечно, занимается много риэлторов этими, это они уже решают, я этим вообще не занимаюсь. Да, все говорят, что я безработный, ну, действительно, по факту я сейчас безработный, но футбол такая жизнь спортивная, всегда, это долгие разговоры, переговоры, они там, руководство хотят одно, я хочу чуть-чуть другое, но я думаю, что мы найдем общий язык, и я сегодня-завтра уже подпишу контракт и улечу на сборы. Плюс такое событие, я думаю, что два дня я по-любому буду еще в Москве. Ну, это такая информация, я не буду говорить, потому что пока что это все в облаках где-то, но я веду переговор сейчас непосредственно с локомотивом. А, с продолжением контракта? Ну, я думаю, что всегда целью надо ставить перед собой самый высокий, действительно, добились мы чемпионства, но это не означает, что нужно останавливаться. Если я останусь в локомотиве, то будем также отвоевывать и завоевывать сердца болельщиков, которые за нас болеют, и доказывать, что становится у нас лига чемпионов на носу. Спасибо. Спасибо.